всем привет это канал куда поехать подписывайтесь на наш канал смотрите новые видео каждую неделю ставьте лайки и рассказывайте о нас друзьям всем привет ребят это канал куда поехать и сегодня мы начинаем серию выпусков про южный берег крыма и вы скажете а где море но мы решили начать не с моря из большой ялты и даже не с ласточкиного гнезда мы приехали вместо силы крымский стоунхендж сейчас мы туда пойдем смотрите наш канал ревочки оставайтесь с нами впереди надеюсь будет очень интересно вот и первое что хочу сказать как туда добраться мы вам покажем но дорога начинать за остановкой но там нет парковки буквально через 50 метров здесь вот такая вот парковочка где мы оставили наш автомобиль что добраться сюда можно как на машине так и общественным транспортом не важно со стороны ялты выйти или стороны севастополя выйти вам нужно на остановке ласпи прямо за ней должна начаться тропинка мы тоже ребят первый раз вместе с вами будем все это исследовать и искать поэтому пойдемте попробуем ну давай искать где же там хорошая тропинка оказался только туалет оказалось что заходить за остановку нужно с левой стороны вот тут какая-то тропиночка не знаю но она одна поэтому скорее всего она и есть и вот сюда нужно приезжать с хорошим позитивным мыслям когда на душе у тебя плохо негатив сюда приезжать ребят не надо и кроме того дорожка такая что если пройдет дождь типа не будет опасно этом только в солнечный день прошли мы совсем чуть-чуть от остановки но чё так запыхались она вроде не очень крутая но были найти очень неудобно самом деле очень тяжело подниматься почему не знаю давно не ходили хотя нет мне три назад поднимались в горы вот тут такое небольшое разветвление явно наметки не вниз поэтому вот та дорожка снизу эта дорожка которая идет после указателя ласпи после поворота на ласпи мы зашли сразу остановка а вот это скорее всего оттуда потому что других дорожек не было там тоже была тропинка но мы идем в гору по наиболее натоптанной штучки и классные деревья здесь растут вот на самом деле течет ручьем состарился что ли не знаю и он как тебя все нормально почему у тебя шляпка тяжелая не все гора пускают ноги не доходит разворачивать реально вроде пологий подъем в лесу денечек устаешь неимоверно все сказал можно выключать или даже что-нибудь будешь говорить устала она стала но ничего а мы ведь прошли наверное скорее всего всего лишь одну пятую пути но идем дальше в общем мы дошли до развилки вот такой вот налево направо обе тропинки стоптаны хорошо куда идти непонятно есть на деревьях такие флаги но наверное пойдем направо потому что они идут туда и оль соединяются но замечательно юлька пошла слева я пойду справа а вот мы и встретились с тобой пока что самая трудная дорога и не в плане своей ответственности в каком-то плане что устаешь безумно и курсы и мыслях они повернули назад самом деле крутого то тут реально крутого то что скажешь куда-то мы поднялись наверное это еще не конец пирамидка поставил камушки положил типа стрелочка не будем трогать надеемся до вашего приезда она будет стоять и напишите пожалуйста коммента кто собирается в крым и подняться сюда храму солнца после вашего путешествия если вдруг пойдете будет стоять еще вот эта пирамидка обязательно напишите а то сейчас взлетела птичка скрипнуло дерево юлька становилась как копана она боится всего но это хорошо она же девочка да ягодка моя о деревья скрипят ну а мы продолжаем путь обратно мы почти пришли обратно в принципе других дорожек тоже нету ну вот и я по тропинке одиноко мы встретили ну вот и мы уже не одни знаете у меня первую часть пути когда мы шли только дам саши было как-то честно говоря жутковато я когда увидела людей тем более женщин с детьми меня отпустило вот они идут идем направо после идолов начался очень крутой подъем сделаем перевальчик вообще как ориентир говорили идешь от остановки где-то через километр родник ты набираешь воду чуть выше два каменных идола установлены в наши дни мы только что пошли и от них одна дорожка налево к раму солнце вторая направо горе леска родника не мы не другие люди не увидели было что-то застоявшейся водой не знаю он это или нет поэтому хорошо что мы хоть немного воды взяли с собой про себя очень тяжело говорить эта дорога неимоверна но видимо когда идешь за чищением всегда так ничего не бывает просто попьешь еще тяжелее будет не знаю не знаю видимо наверху-то туда дальше да море видно и с а так и в с 5 и а в к и и в потому что да действительно настолько сильно устаешь пока сюда поднимаешься силами уходит отсюда открывается потрясающие виды скажи это круто это красиво за стоит приехать хотя бы ради этого это типа единственное дерево которое растет здесь на вершине это не акация это его какая-то а может и не его ребят то знает пишите в коментах что за дерево а вот она ущелье ветер жуткий ветер уносит просто нахер вон туда хорошо что коптер не взяли с собой иначе бы взлететь просто не смогли тут и зря бы его протащили мы это сделали да это круто это вот круто это мега круто главное вниз не смотреть а что внизу покажи что внизу у нас в общем приезжайте сюда и поднимайтесь кто не знает дорогу мы покажем расскажем пишите в коментах спрашивайте жутко высоко прикольно сейчас я вам расскажу немножко про эту гору называется она илья ская что в переводе с крымско-татарского переводится как гора ильи почему она так называется раньше здесь на вершине в десятом веке стоял стояла церковь святого ильи сюда ходили очень много паломников поднимались люди церковь существовала всего пять веков до 15 века потом ее не стало вот и считается что здесь очень сильное место силами вместо очищения намоленное место а что касается непосредственно храма солнца вот он внизу еще его называют 7 пальцев потому что вы видите как бы 7 камней которые называются тишлары высота от 7 до 10 метров как бы похоже на ладошку и в центре них находится камень который как бы алтарный камень и если на него залезть загадать желание или задать вопрос придет какое-то решение а вот но как я уже говорила прежде чем идти к храму солнце с просьбами надо прийти сюда и очиститься очистка происходит на таком как духовном уровне хотя говорят что надо умыться водой умыть лицо мыть руки и не вытирать воды у нас очень мало питьевое может попробуем чуть-чуть дорога еще не близко родник мы не нашли отсюда с горы открывается вид вам видно на бухту ласпи и на мыс а я кстати бухта ласпи и бухточки у мыса а я считается самыми чистыми на юбк там очень красивые бухты туда лучше пребывать на корабликах на лодочках с балаклава а вот там же находится где-то саму сама и такой пляж который называется затерянный мир туда никак нельзя попасть кроме по морю или из или только если ты скалолаз он полностью уединен люди приезжают на на лодках и живут в таком такой изоляции какое-то время и продукты всем привозь на лодку ну все более-менее дышала здесь сильный ветер надеюсь потрясающе красиво поэтому это того что насаж давайте просто помолчим полюбуемся этой красотой здесь просто неимоверно сильный ветер здесь реально слезы текут ручьем а я его не выключила спроси слезы текут ручьем иногда так сдувать что приходится спускаться прям просто на попе особенно маленькой девочки это вообще света сколько килограммами просто держать надо потому что ветер правду неимоверно сильный ну два раза два раза то да простите мне там все нормально там еще и земля я никуда не падаю просто ветром сносит вот ну и ребят красота здесь потрясающе нам с ребята сказали что 600 83 метра высота вид прекрасно бухту ласпи вид прекрасно на крымский стон хэнд шоу просто вообще красота сейчас мы умоемся у нас мало очень водички но рекомендую все-таки умыться чтобы как было кое-то очищение поэтому прям по чуть-чуть но мы это сделаем не шати так и не вытирай главное и руки вот так руку об руку вытри все все ребятки сейчас мы пойдем вниз что делать крутится что по ветру с бутылкой затем но здесь называю классно когда коптер круче вызываю дождик вот так бутылкой потерять здесь классно здесь очень класс тяжело подниматься реально но классно ничего мы на вершине мира крымского мира крымского мира нам помогают все прикольно ребят настроение в я рада что я не не развернулась не испугалась дошла до 8 раз пыталась развернуться останавливалась и пойти назад но я и не дал это сделать я прям думал что мы заблудимся в лесу я ее нес на руках на плечах а нет она следующий раз пересла ладно ребятки все давайте перед их и идем дальше вот смотрите ветер затих вот сейчас затих тишина спокойствие потом резко гигантский порыв потом петра затиху ветер жуть просто я замерзла уже вся просто сносит у меня прям вот я не знаю видно это мураши не знаете что интересно как при таком ветре а ветер реально сносит стоят здесь вот эти камни пирамидки ладно вот эта маленькая 3 а вот это интересно извините пожалуйста вам не страшно на такой высоте обалдеть смелый человек смотрите ребят извините вас чуть-чуть покажу просто это надо видеть обалдеть смотреть просто человек сидит на обрыве читает книгу мы спускаемся здесь есть вот такая пирамида саша снимает из камней и сюда кладут камни и сашка я тоже положу затяжной спуск затяжной надо смотреть под ноги я очень постараюсь здесь камни не скользят дует ужасный ветер я замерзла здесь что-то бутылка воды но надо ее сберечь я просто не знаю с каком еще будем ходить пить будто хотеться простите если там видео ничего не показывает я ползу на попе смотри куда наступаешь ну а сейчас спускаемся вниз и идем туда крымский стоунхедж куда ты пришли но видимо не туда идем дальше где вау 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 вот оттуда вот так вот почти вертикально мы спустились крутяк крутяк идем дальше очень скользко камешки скользят с ребенком еще сложнее помогает сашка ребенку здесь очень опасно ребята реально очень аккуратно лучше об удобно надевать камни скользкие просто на попе спускаться приходится короче там по ходу все мы вот все мы заблудились и пошли не туда потому что реально очень отвесный склон я сижу один парни ребята пошли наверх посмотреть если дорогая дорога девочки пошли вниз посмотрите дорога там я сижу на камушке вот так вот потому что реально не знаю только с обратно наверх пойдем то лишь придется спускаться но мы мне кажется мы поднимались по менее ответственному склону ну чё здесь будете это говорят ничего не нашли вроде как нет придется здесь спускаться я все должна ребят выключить телефон потому что здесь очень очень ответственно очень скользко а мы в кропсах чё говорят чё говорят так приключение начинается там тоже очень круто ладно ребят я отключаю камеру спустимся расскажем потому что снимать это очень опасно надо держаться найти удачи нам ножки трясутся осталось чувствовать пошли какой-то не той дорогой обычно спускаются обратно к этим к идолам и потом идут налево мыслить какую-то ответственность коллег причем сачка единственный мужчина все остальные девочки все справились даже малышка вот но это более-менее утоптано по которой мы идем получилось маленькое приключение да ты как напишешь школе как я провел это лето расскажешь все свои путешествия ну вот тропа идет наверх думаете не 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 она все равно идет мы не думаем мы сократили мы вышли храма солнца так как вот нижняя часть она надо центральный к алтарю мы вот спустились вот оттуда саша потеряла сашку и иду за ним когда будет подниматься на горы четко запомнить это место откуда вы поднимались чтобы спуститься выйти на ту самую тропинку что мы всем отрядом оказались здесь саш ходим бродим здесь между этих пальцев в храме солнца но эти камни которые стоят типа стоунхенджа крымского пальцами называют ходим серединке где-то примерно по ладошке ищем как подняться что ты раскричалась там развилка мы не знаем куда идти ешьте они видны я тоже а я чё знаю я здесь первый раз хотя бы не разбредаться так мы не разбредаемся мы уже пальцы пришли к дальнему не серединке выходим мы добрались до храма солнца сейчас мы находимся на его алтаре это центральный камень вот здесь можно загадать желание или задать вопрос и говорят что решение придет главное помните что все что ну все за что вы просите рано или поздно что-то и вы сами вы должны будете отдать люди сюда приносят разные конфетки яблочки очень кит подношения которые оставляют здесь на алтаре вот если у вас с собой ничего вдруг нет как говорят можно ставить частичку своей любви ну мысленно мы сашей мы саша принесли две конфеты единственно что упаковки мы заберем здесь надо стоять то что не навредит природе вот поэтому положим конфетки этикетки заберем с собой и попросим о самом важном теперь ребят извините мы снимать не будем нужно побыть пару минут подумать загадать что для важны увидимся ну вот и мы тоже побывали крымском stonehenge загадали конечно же желание потому что ну как без этого там алтарь целый оставляет подношения загадывать желание они должны сбыться ну что какой вывод можем сделать ощущение и у тебя и меня вот когда мы поднялись было было это ощущение и она одно ощущение очень сильной усталости от подъема больше ничего как бы ничего не испытывали чего не ощущали мы не будем говорить мы не знаем у нас лично было да прекрасные виды и усталость такого что прям что сверху кыда нам вышли все нормально фу 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 такого что про что сверху нет очень просто красивое место очень ветреное место побывать здесь стоит просто даже ради природной красоты насчет правда это лет я ребят не знаю и попускает окажет решать сам но я знаю что во время я читала не знаю что во время 2 мировой и советские ученые и немецкие ученые фашистки приходили сюда пошли сюда в надежде знать как влияет этот энергетика на состоянии событий в мире и результат мы так и не знаем потому что это и другая экспедиция просто исчезли вот самое главное здесь красиво но подъем очень тяжелым хотя маленький ребенок поднялся но обувь должна быть удобная воды с собой берите больше больше мы как-то источника не нашли у нас воды на один глоток хотя мы попили а вода осталась но мы просто очень экономили вот теперь начался спуск до машины но вниз идти всегда легче чем в горку ну не скажи из горы то пускаться спускаться мы реально по такой ответственность пускались сашка даже вон поцарапался двоевая травма для моряка ну ладно нет прикольно я не жалею что мы сюда пришли интересно я кстати думаю что очень многие сюда просто не попадают многие не знают об этом месте а многие на первом отрезке пути как и я думаю не дойдем разворачиваться и уходят это только ты делаешь нет не только я а я тебе не дал как сделать в этот раз да ты настоял и главное так интересно пока шли по лесу были одни в лесу а там наверху столько людей ну как не столько прям столько ну человек 10 мы увидели поэтому значит место все-таки не всем заброшенные сюда ходят и о нем знают теперь знаете и вы здесь вот такое дерево можно так прогибаться а пока спускались встретили семью которая поднимается сюда уже третий раз и во первых они сказали что здесь водятся горные козлы которые привыкшие к людям более-менее и сейчас они взяли для них специально хлеб покормить мы никого не увидели может быть она лучше и второе сказали что лучше поднимается во второй половине дня когда солнце стоит как сейчас над морем светит сюда то что и фотографии видео получается более объемные теней а если эти в первую половину дня получаются более плоскими но видим мы и сами этого не знали сделали все как надо мы молодцы вот так какая-то выглядит родник мы прошли мимо думала кут военное убежище или еще что-нибудь военное касса нет давай видишь вот теперь все вокруг видно можно у него бутылка кин записываешь да такое солнышко классно смотрите какие тени рожка микини Очень классно. Какой ты смешной. Посмотрите на Сашу, просто чуб у него сказочный. Сразу видно, что человек с горы спустился. Все, допили мы водичку. Так как осталось уже немножечко идти. Бутылку забираем с собой. Ты представляешь? Нет. Мы были вон на той скале. А нет. Мы были выше. Где-то скала. Там стоял штырь. Да. Это низенькая. В общем, ребят, вот и остановка. Если стать к ней лицом, надо идти слева от остановки. Вот указатель ЛАСПИ. И там тоже есть дорожка. Ну, там мы не ходили, не знаем. Откуда выворачивают машину? Вот там стоянка. 50 метров буквально. Там можно оставить машину. Обувь удобная. Водичку берите с собой. Настроение только позитивное. И будьте аккуратны, пожалуйста. В принципе, мы счастливы. Это круто. Но второй раз я бы точно не пошла ни за что. Потом почему? Не знаю. Так устала. Давно так не уставала, поднимаясь в гору. Ну что, друзья. Мы дошли до машины. Сколько мы ходили по времени? Часа три? Сколько сейчас времени? Сейчас, подожди, я посмотрю. Это важно. Семь часов. А мы приехали сюда около трех. Четыре часа мы ходили. Четыре часа? Это заняло у нас четыре часа. Все про подъем мы вам все рассказали. На этом мы свой выпуск заканчиваем. Впереди вас ждет еще очень много интересного с южного берега. Смотрите, оставайтесь с нами. Спасибо, что вы у нас есть. А мы с Сашкой поехали на заслуженный отдых. Спать, отдыхать.